Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у нас в гостях продюсер Анна Селянина. Анна, здравствуйте! Здравствуйте! Анна, вы куратор национального проекта «Код города». Вот расскажите, что это за проект и какая его основная цель? Это проект, в котором горожане, простые горожане любого города снимают кино про любимые места, про любимых людей, про какие-то уникальные явления, которые, собственно, и образуют вот эту идентичность города, образуют смысл города и его образ. Мы вот с вами сказали, что это национальный проект. Что это значит? Ну, это значит, что мы запускаем этот проект в любом городе на территории России. То есть в данный момент уже два полностью реализованных проекта прошли в Первоуральске. Это небольшой город Средневосковской области, там, тысяча на сто пятьдесят. И в мегаполисе Ростов-на-Дону, да, такие вот разные по весу города. И, тем не менее, проект там прошел и очень успешно имел большой резонанс. И часть проекта осуществлена в Красноярске. Что значит проект «Код города»? Вот какой он код? Как вы его ищете? Мы его ищем с помощью горожан, потому что просто вот, просто приехав чужаком на новую территорию, вот как я сегодня приехала в Чебоксары первый раз, да, я еду по улице, я спрашиваю у попутчика, ой, а почему у вас тут все на двух языках? Ой, а почему? А я тут ничего не понимаю. Почему тут все на иностранном языке? Да, мне интересно, но я никогда не смогу про Чебоксары снять кино, как будто бы я вижу этот город изнутри. Здесь нужно быть своим, да, быть своим, быть проводником и знать вот, знать каждую деталь про каждый двор, про каждый подъезд, про каждую подворотню и знать, кому вовремя постучаться в окно, чтобы тебе там выдали как минимум стакан воды. Да, и получается, что чтобы сделать вот такой искренний кинопортрет, нужно, чтобы его снимали сами жители. Вот, например, когда мы приехали в Первоуральск, я повторюсь, это небольшой город, и там нету, я не знаю, творческих вузов, которые готовили бы, например, кинооператоров или даже телеоператоров или режиссеров, там, театральных или кино. Там нету людей с таким образованием, но там есть люди очень отзывчивые и жаждущие, и любящие свой город, и которые хотят рассказать про него, потому что в каждом городе есть, есть о чем рассказать и что показать. И вы же знаете, что приезжая куда-то, самое ценное, когда тебя берут за руку и ведут не по традиционным вот туристическим местам, это у нас Стелла, это у нас Чапаев, да? А ведут тебя вот туда, куда ты сам никогда не попадешь. Вот тебя должны туда за руку привезти и сказать, он свой, давайте ему сейчас все покажем, какие мы классные. И вот благодаря вот этому проникновению получается действительно очень искренняя кинолента. И зритель видит фильм и видит город, и знакомится с городом через глаза любящих людей. Ну вот вы в Чебоксарах на творческой площадке «Полигон» представили один из таких фильмов. Да, это как раз фильм про Ростов, про Ростов, да, и мне очень понравилось в избранных кинотеатрах страны, то есть не все могут это увидеть, то есть избранные в Чебоксарах тоже избранные. Расскажите немножечко про этот фильм, который был на «Полигоне» сегодня. Фильм «Против левого берега» мы сделали год назад в городе Ростов-на-Дону. Мы отобрали совершенно открытым конкурсом, который освещался во всех СМИ и висели объявления по всему городу. Мы искали сталкеров, мы так называем участников кинолаборатории, молодых людей, которые хотят что-то рассказать о своем городе. Они заполняли анкету, они присылали нам видеозадание, в котором показывали явление, место или человека, который для них является сутью города. То есть так серьезно все? Конечно, конечно. Мы же понимали, что с этими людьми нам придется несколько месяцев очень-очень плотно взаимодействовать. И нам нужно было, чтобы эти люди были готовы к такому плотному очень творческому сотрудничеству. Мы – это кинокомпания «Первое кино». В нашей команде есть режиссер-постановщик Евгений Григорьев, оператор-постановщик Артем Анисимов. В Ростове с нами работала драматург Мария Зелинская. И я, как продюсер проекта, организатор проекта, мы приезжаем в город, в данном случае в Ростов-на-Дону, и объясняем жителям, мы делаем интенсивную кинолабораторию. То есть в течение нескольких недель, которые разнесены во времени, мы даем им азы киноязыка. Мы не даем в ГИКовское образование за неделю, я сразу скажу. Мы даже не готовим к поступлению во ВГИК за это короткое время. Но человек после прохождения двух-трех сессий с нами может снять эпизод или несколько эпизодов про то, что его окружает, про то, что его волнует. И мы, конечно, им помогаем в этом. В течение нашей лаборатории мы им даем и основы драматургии, как написать заявку. Потому что это самое главное, сформулировать свой замысел. Потом мы объясняем, каким образом это снимать. Но дальше мы им объясняем, как монтировать. Но они делают все сами, от начала до конца. Мы можем только направлять, рекомендовать. Я предлагаю сейчас посмотреть трейлер к ростовскому фильму, а потом продолжим. Я поставила перед ним камеру, я ничего не придумывала вопросов и понеслась. Я пожарный танцор. Моя мечта – загорать в Волода. Я отношусь к героям нашего времени. Все мои друзья-мужчины меня хотят. И с половиной из них я спала. Я нахожу мне отражение всегда. Я не понимаю. Ну, как можно найти и придать? Это не сказка. Это бы. Анна, ну вот какой жанр этого фильма по-вашему? Это художественное кино. Это полнометражное художественное кино. Смотрите, все кино художественное. Начнем с этого. Вот кино… Ну, не игровой же фильм. Вот все кино художественное, потому что в нем есть система образов. Да? Поэтому это произведение искусства. Оно художественное. Это все. Это факт. А дальше оно делится на игровое и неигровое. Вот. В игровом кино у нас есть актеры. В неигровом кино мы снимаем жизнь. То, как она есть. Дограмма. Это не игровое кино. Это может быть дограмма, это может быть веб-документрии, это может быть реалити. Но это не игровое кино. Но оно художественное. Полнометражное художественное кино. И оно на самом деле это такой стереотип, с которым нам приходится постоянно бороться. Что документальное кино почему-то не может идти в кинотеатры. Почему не может идти в кинотеатры? Его действительно очень мало сейчас в кинотеатре. Действительно документальное кино сейчас попахивает либо идеологией, либо каким-то нафталином. А на самом деле мировое документальное кино – это… Жизнь здесь и сейчас. Это жизнь здесь и сейчас. Именно поэтому она интересна. Ваш фильм про Ростов-на-Дону, он же лауреат каких-то фестивалей. Да. Многих кинофестивалей, да. Он уже год идет по фестивалям. Мы начали в том году с «Золотого абрикоса» в Ереване, с крупного международного кинофестиваля. Получили там гран-при. И вот представляете, прошел год, и в начале октября фильм снова участвовал в Ереване. Совершенно в другом фестивале. А, в другом фестивале. Совершенно в другом фестивале. Не «Золотой абрикос», а фестиваль «Сосе». И мы снова получили там уже не главный приз, а спецприз. Но тем не менее. Кинотеатры. То есть фильм интересен не только, получается, жителям Ростова-на-Дону, и даже не только жителям России. А кинотеатры показывают? Фильм шел в ограниченном прокате. Есть такое понятие. Ограниченный прокат. То есть это когда не в каждом кинотеатре вы приходите, и ты там три раза в день, я не знаю, человек в паук. А надо вот это как в театр, как на гастроли. Есть точная дата, и ты точно знаешь, что вот сегодня в полигоне будет что-то эдакое. Так же с кинотеатрами. Ну смотрите, вообще Чебоксары, вы в первый раз в Чебоксаре, да? Ну так вот, раскрою небольшую историю нашего города, у нас уже 10 лет проходит кинофестиваль международный. Я думаю, что, наверное, сам Бог велел такой проект в Чебоксарах замутить. Мы только за. Так вот есть такие планы? Смотрите, для того, чтобы проект был реализован в Чебоксарах, нужно три условия. Первое условие – это готовность кураторов проекта, вот перечисленных режиссеров, операторов, продюсеров, да, сделать этот проект в Чебоксарах. Мы хотим. Сразу же, первая галочка. Второе – нужен лидер проекта с территории. То есть нужен человек, который возьмет на себя ответственность и станет таким куратором проекта на территории. Куратором, координатором, сопродюсером, вот всем – мамой проекта, папой проекта на территории. Который будет с этим проектом ходить и везде о нем рассказывать и подтягивать к нему ресурсы партнеров, администрацию, вокруг себя организовать. Идеально, если это какая-то институция, какая-то творческая площадка. И третий момент – это, конечно, финансирование. Вот смотрите, да, есть ваш интерес, ваша галочка уже стоит, да. Есть ли в Чебоксарах куратор такого проекта, человек, или, я не знаю, творческая площадка, институция, как вы говорите, да, кому интересен этот проект? Ну, я думаю, что вот творческая площадка, полигон может стать таким центром, который объединит вокруг себя ресурсы. Потому что один полигон не справится. То есть тут нужно сразу… Помогать. Да, но он будет центром. Поэтому, да, считайте, вторая галочка у нас тоже есть. Осталось финансирование. Ну, то есть у Чебоксар все есть шансы стать очередным городом в проекте, в национальном проекте «Код города». Конечно, конечно. Да, и мы будем очень рады. Потому что Чебоксары – очень интересная территория. Мы на такой… Нам самим интересно. Мы вообще этот проект… Вот я режиссер-оператор-драматург, мы этот проект делаем, потому что нам интересно открывать свою страну. Мы никогда бы так хорошо не узнали ни Ростов, ни Красноярск, ни Первоуральск, пока нас вот не взяли проводники. Сталкер – это же кто? Это проводник. Человек, который открывает тебе неизведанную территорию и ведет тебя вот по маршруту. Мы бы… Я бы никогда столько не узнала про Ростов. Спасибо большое, Анна, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я напомню, что сегодня о кино, о документальном кино, о новом проекте, который, возможно, стартует в Чебоксарах в ближайшее время, мы говорили с продюсером Анной Селяниной. Благодарю вас за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова